Дело государственной важности. Археологи и учёные добились сохранения многовекового памятника культуры древнего городища Куйлык. Известные звёзды отечественной кинематографии в Талдыкургане. В рамках Дня города для его жителей и гостей был организован не только показ казахстанских фильмов, но и встреча с главными героями. В рамках повышения экспортного потенциала мяса крестьяне региона продолжают наращивать поголовье крупнорогатого скота за счёт государственных субсидий. А теперь об этих и других событиях более подробно. 24 государственных служащих Алматинской области за первое полугодие 2015 года привлечены к дисциплинарной ответственности за некачественное оказание госуслуг. Об этом стало известно сегодня на заседании общественного совета. Как выяснилось, больше всего сфер услуг оказано в сфере здравоохранения, меньше всего в сфере социального обеспечения и занятости населения. Много нареканий обращено в адрес департамента юстиции. Согласно мониторингу, проведённому департаментом по делам госслужбы, отмечается снижение доли качества госуслуг, предоставляемых сонами. То есть ежеквартальный объём растёт, но доля электронных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения в электронном формате, снижается. Рекомендации касательно этого вопроса были озвучены членами общественного совета и занесены в протокольное решение. К слову, на следующем заседании в числе первоочередных будет озвучен отчёт о том, как проведена работа над ошибками. Были затронуты темы именно по исполнению протокольных решений и также ненадлежащие исполнению протокольных решений общественного совета. Некоторыми госорганами наблюдается формальный подход к исполнению решений общественного совета. Данные вопросы все были озвучены и будут даны конкретные поручения, рекомендации руководителям данных госорганов. Трудоустройство без посредников. Сегодня в Талдыкургане прошла масштабная ярмарка вакансий. 42 организации предоставили более 450 вакансий. Самыми востребованными на рынке труда остаются рабочие специальности – газоэлектросварщики, камщики, плутники. Открытым остаётся вопрос нехватки педагогических кадров. Школам Талдыкургана необходимы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы. В трудоустройстве помогут логопедам, психологам, техпрофессионалу для школ и детских садов. Среди соискателей – как молодёжь, так и те, кому давно уже за 50. К слову, на сегодня на учёте по безработице в Талдыкургане состоит примерно 1 тысяча человек. Посредством таких ярмарок вакансий Центр содействия занятости намерен трудоустроить как можно больше горожан. К слову, это уже третья ярмарка, организованная с начала года. Инициирована она городским акиматом совместно с отделом и Центром занятости. На этот раз мероприятие приурочили ко дню города Талдыкурган. По итогам сегодняшней ярмарки мы трудоустроили 382 человека. 76 молодых специалистов мы направили на молодёжную практику. 53 безработных горожан будут задействованы на общественных работах. Организации предоставили рабочие места для инвалидов. Так вот, сегодня 9 людей с ограниченными возможностями смогли трудоустроиться. Этой же теме был посвящен семинар, организованный общественным объединением МИРА. Обеспечение работы инвалидов остаётся актуальным вопросом на повестке Дня общественных объединений. Для его обсуждения с различных сторон в работе семинара приняли участие предприниматели, юристы и члены общества инвалидов Алматинской области. Какие условия для полноценного труда должны создаваться работодателями? Мнения были разные. В области около 63 тысяч инвалидов, из них 49 тысяч трудоспособного возраста, но работа обеспечена лишь четвёртая часть. Остальные, в основном, в большинстве, стараются заниматься предпринимательством. Учитывая важность и актуальность трудоустройства инвалидов, государственные учреждения региона ведут целенаправленную работу. С начала года только в Талдукургане трудоустроено 284 человека. По словам участников семинара, работа в этом направлении должна быть и будет продолжена. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках госсоцзаказа. Областным акиматом было выделено 10 миллионов управлений координацией занятости социальных программ. Госсоцзаказ осуществляется девятью неправительственными организациями. Проект направлен на информационно-разъяснительную работу среди представителей неправительственных организаций. Цель данного мероприятия является донесение информации до лидеров неправительственных организаций, также их представителей, то есть какие существуют положения о регулировании труда инвалидов, какие преференции в этом плане у инвалидов предусмотрены, а также разъяснение их прав и обязанностей по заключению именно трудовых договоров, потому что на сегодняшний момент в этом плане многие люди при заключении трудовых договоров на это внимание особо не обращают. Это вот единственная наша главная цель. Продолжаем выпуск. Три памятника Алматинской области, имеющие большую историческую, культурную и научную ценность, в прошлом году вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в их числе древнее городище Койлык, расположенное в Сарканском районе. Оно еще исследовано не полностью, и сохранить его в сегодняшнем состоянии – дело государственной важности. В этом году из областного бюджета выделено 10 миллионов на ограждение всей территории археологического памятника. А это ни много ни мало – 90 гектаров. Койлых существовал в IX-XIII веках. Он был столицей Карлукских жабгу, которым в это время принадлежала северо-восточная часть Илийской долины. Первые археологические раскопки здесь начались в 1964 году под руководством известного археолога страны Карла Байпакова. Был столицей государства, одного из первых государств, которое называлось государство Карлукский жабгу. Жабгу – это предводители, как назывались, ханы Карлука. Карлук был очень важным торговым центром. Нашли при раскопках китайскую керамику, изделия бронзовые из Ирана, из Китая, предметы, которые готовились в Индии. И, естественно, мы сразу же определили археологу, что это действительно был очень крупный торговый, ремесленный центр. И таким образом мы собраны материал, который позволил показать, что как раз город Койлык является очень важным культурным центром на территории Казахстана. Ну, памятник в таком мировом значении. И это послужило основой для того, чтобы составить досье на этот памятник и представить сначала на рассмотрение ЮНЕСКО. Ценные данные о Койлыке сохранены в книге Гильом Рубрука посла короля Франции Людовика IV, направленный с миссией к монгольскому Кагану, посол в 1253 году в своем сочинении «Путешествие в восточные страны» писал. «Мы посетили большой город Койлык, который славится своими базарами, мечетями и храмами. В этом крупном городе живут представители многих конфессий». Результаты раскопок доказали, что в этом городище действительно были мечеть, буддистские и манихейские храмы. Были и свои монетные дворы, где чеканились серебряные и медные монеты. А площадь около 90 гектаров была ограждена высокими стенами с башнями и рвом. Около 10 экспедиций археологами были сделаны в Койлык. Однако этот памятник истории и археологии и сегодня исследован далеко не полностью. И некоторые его фрагменты последние годы находятся в глубокой консервации. «Еще немало интересных открытий хранит в себе этот город Койлык, поэтому требуется глубокое изучение. Мы, историки, думаем, что в Койлоке нужно организовать музей под открытым небом. Финансовые работы позволят археологам еще дальше и глубже изучать историю древнего города. А новые открытия в первую очередь привлекут новый поток туристов, интересующийся историей шелкового пути». По словам историков, Койлок после похода Чингисхана утратил свою былую славу. В 14-15 веках его уже почти не было. Сохранились данные в истории о том, что животноводство, исключительно которым занимались монголы, в итоге уничтожило все жизненно важные связи городища. Исторический объект привлекает сюда множество туристов. И в целях сохранения городища в том виде, в каком оно дошло до нашего поколения, территория будет огорожена. На это из областного бюджета выделены необходимые финансовые средства. Кульназ Мустафа, Гульжанат Макулжанова, Тимур Байбусынов, телеканал ЖТСУ. К другим темам. Все больше животноводов региона изъявляют желание принять участие в госпрограммах в этом году. Сразу три крестьянских хозяйства села Козлога Шаксузского района получили поддержку по программе Сабага. Льготные кредиты для покупки племенного скота выделяет Аграрная кредитная корпорация. В крестьянском хозяйстве Турсумбай животноводством начали заниматься. Четыре года тому назад помогла государственная программа Сабага. Взяв льготный кредит в сумме 12 миллионов тенге, глава хозяйства приобрел сразу 180 голов племенного скота. В этом году фермер решил заняться разведением породистых лошадей. На помощь опять пришла господдержка. Теперь агрофирма активный участник программы Хулан. Сейчас не так, как раньше. Государство оказывает всяческую поддержку. В 2011 году стали участником программы Сабага. В этом году получили кредит по программе Хулан. Сейчас собираемся купить 55 голов лошади. Для нас это выгодные программы. Условия субсидирования очень привлекательны. Поголовье скота увеличивается. Не испытываем проблем с техникой. Уже заготовили достаточное количество кормов. С помощью государственной поддержки наладить в селе Козлагаш молочное производство намерен. И глава крестьянского хозяйства Ярало приблизиться к мечте. И здесь удалось за счет программы Сабага. Сейчас в хозяйстве насчитывается более 70 голов КРС. По госпрограмме Сабага мы взяли из государства 16 миллионов тенге. Теперь хотим дальше развивать наш бизнес и обеспечить жителей Козлагаша работой. В будущем планируем 200 голов быков поставить на корм. В целом в регионе животноводство развивается стабильно. В 163 хозяйствах округа сейчас насчитывается порядка 8 тысяч голов крупнорогатого скота и свыше 2 тысяч лошадей. По словам представителей местной власти, желающих стать участником госпрограмм в селе из года в год становится больше. Хочется выразить спасибо Казаграфинанску, главе которой приступили. Сейчас они более-менее стали доступнее объясняться и собирать документы. Много желающих, но немножко не хватает залогового имущества. Поэтому сейчас у нас осталась программа Алтына-Сы, где мы должны закрыть свой план по округу. Мы все программы выполнили. Минувшая ночь у около 300 мигрантов, в основном сирийцев, бежавших из лагеря временного содержания в Реске, на венгерско-сербской границе отказались от своего намерения идти пешком до Бутапешта. Прошагав в течение нескольких часов, около 20 километров, они в итоге согласились вернуться назад. Германия, куда направляется большинство беженцев, призывает другие европейские страны принять больше мигрантов. Только в минувшие выходные немецкую границу на поездах, автобусах и просто пешком пересекли около 20 тысяч человек. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли 340 тысяч мигрантов. Это самый серьезный кризис перемещенными лицами со времен Второй мировой войны. Более 50 боевых самолетов турецких ВВС бросили около 130 бомб на базы и лагеря боевиков рабочей партии Курдистана на севере Ирака. По меньшей мере 40 человек были убиты. Эта военная операция стала одним из ответов армии на убийство боевиками 16 военнослужащих в провинции Хакьяри. В самой Турции после известия о гибели солдат нападению подверглись 120 офисов прокурдской демократической партии. Сегодня в результате нападения курдских боевиков в турецкой провинции Эхдар погибли 10 полицейских. Террористы взорвали бомбу у дороги, а затем расстреляли автобус, в котором находились полицейские. Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии об оказании экстренной помощи в размере 500 миллионов евро аграрному сектору сообщества, несущему крупные потери от санкционного противостояния с Россией. Как ожидается, уже на следующей неделе деньги будут направлены правительствам страны ЭС, которые распределят их между производителями. Встреча министров сельского хозяйства ЭС проходила в Брюсселе на фоне манифестации тысяч фермеров, съехавшихся со всего Евросоюза. Зарубежные новости подготовила Гульназ Мустафа по материалам интернет-ресурсов. В Казахстане планируется реорганизация центров оказания услуг. По мнению разработчиков проекта, это повысит качество оказываемых населению услуг. Об этих и других событиях в стране расскажет наш корреспондент. Все государственные услуги в одном месте. В Казахстане намерены создать госкорпорацию правительства для граждан. Проект разработан на основе международного опыта Канады и Австралии. Как отмечают депутаты, его создание улучшит качество и сократит сроки оказания госуслуг. Помимо всех цонов, в корпорацию войдут центры по недвижимости и выплате пенсии, а также научно-производственные центры земельного кадра. Это позволит не только принимать и выдавать заявки, но и сразу же обрабатывать их, отмечают разработчики документа. Запустить корпорацию намерены в начале следующего года. Планируется, что к 2018 году казахстанцам будут оказывать порядка 700 услуг. Полнометражный анимационный фильм «Казах еле», посвященный 550-летию казахского ханства, почти готов. Об этом рассказали в Алматы его создатели-представители киностудии САК. В новом фильме использованы интересные исторические факты. Он рассказывает о Женебеке и Кирее, которые 550 лет назад создали казахское ханство. Но сначала они были просто мальчишками. Именно с детских лет великих людей начнется рассказ. Сейчас фильм готов на 70%. Его официальная презентация запланирована на декабрь, канун Дня независимости Казахстана. Продолжительность полнометражной версии для кинотеатров больше часа. Карагандинские дети, которые получают образование на дому, теперь могут присутствовать на уроках, общаться с одноклассниками и принимать участие в школьных праздниках. Все это они будут делать дистанционно. Такую возможность ребята получили благодаря работу «Аватар». Механического помощника приобрели в областную школу-интернат. И с этого учебного года дети с нарушением опорно-двигательного аппарата присутствуют на уроках. Робот помогает детям-инвалидам отвечать на уроки, слушать новую тему, общаться с одноклассниками и посещать внеклассные мероприятия. Механический помощник просто в обращении. Чтобы управлять им, не требуются особые компьютерные знания. В школе-интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата учатся ребята со всей области. Всего 176 человек. И 20% из них получают образование дома. Поэтому первый робот приобретен именно в этом учебном заведении. Стоимость «Аватара» – 2 миллиона тенге. Обзор подготовлен по материалам интернет-ресурсов. В социальных сетях появилась информация о том, что клиентам Жилстройсбербанка необходимо поторопиться с получением электронно-цифровой подписи. Иначе есть риск, что они могут остаться без компенсации. Так ли это о семье и какими новостями экономики вы поделитесь с нами сегодня? Здравствуйте, Лаура. Банк просит вкладчиков не поддаваться провокациям, так как информация, которую распространяют через социальные сети и анонимные рассылки, не является официальной. Все о сроках приема заявления будет сообщено дополнительно в официальных СМИ. Подробнее смотрите далее. Подать заявление на выплату курсовой разницы по линии Жилстройсбербанка можно будет в онлайн-режиме. Об этом сообщает Центр деловой информации «Капитал». При службе банка пояснили, что сейчас разрабатывается механизм по возмещению курсовой разницы гражданам, и уже в ближайшее время он будет озвучен. Чтобы получить полагающиеся выплаты, те граждане, которые открыл депозит в Жилстройсбербанке до 18 августа 2015 года, должны будут подать заявление и заключить дополнительное соглашение к договору. Открывать специальный банковский счет не требуется. Курсовая разница зачислена будет при условии сохранения депозита в Жилстройсбербанке в течение одного года. Подать заявление о выплате компенсации и его вкладчика можно будет удаленно в онлайн-режиме. Услуга разработана для удобства граждан и предусматривает наличие электронно-цифровой подписи. Также в процессе в пресс-службе заверили, что работа Жилстройсбербанка будет организована так, чтобы все успели вовремя предоставить документы для получения компенсации. С сентября 2015 года Национальное агентство по технологическому развитию принимает заявки на инновационные гранты по новым приоритетным направлениям. Приказа Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан перечень направлений расширен с 8 до 16. Теперь к ним могут обращаться изобретатели с инновационными проектами в сфере нано- и космической отрасли, прогрессивных технологий в мебельной и деревообрабатывающей промышленности, фармацевтической отрасли, медицинской промышленности, биоинженерии, генной инженерии, агрохимии, роботехнике. Кроме того, согласно приказу будут рассматриваться проекты в легкой и пищевой промышленности, а также разработки, связанные с прогрессивными технологиями в упаковочной и строительной промышленности. По словам Умиржана Ташимова, данные изменения позволят максимально увеличить охват инноваторов в отраслевом разрезе. На сегодняшний день действует 9 видов инновационных грантов. Доллар сегодня стоит 245 тенге. Таков его средневзвешенный курс, установленный на фондовой бирже, сообщает телеканал Алматы. Каков будет его дальнейший курс, причем не только в Казахстане, но и во всем мире, станет известно 16-17 сентября. В эти дни состоится заседание Федеральной резервной системы США, на которое будет установлен размер процентной ставки доллара. Многие инвесторы в ожидании повышения ставки. Если это произойдет, мир уйдет в глобальную рецессию. Рухнут практически все фондовые рынки. Как отмечает казахстанский аналитик Евгений Слесарев, сильный доллар приведет к уменьшению денежной массы во всех мировых экономиках. Кредиты станут дороже, соответственно их станет меньше. В Казахстане первыми давление от сильного доллара почувствует добывающий сектор, отрасль производства и рынок недвижимости. Однако такой сценарий вряд ли последует, считает эксперт. Дело в том, что в самих Соединенных Штатах дела обстоят не лучше. Это была последняя информация из новостей экономики к этому часу. О других событиях далее расскажут мои коллеги Лаура. Спасибо всем. И мы продолжаем выпуск. Ко дню города Талдыкурган сегодня во Дворце культуры имени Ильяса Женцугурова показали сразу два казахстанских фильма. Первая кинокартина режиссера Ермета Турисуна Вашал, которая награждена в номинации «Телем года» и захватывающая полнометражная картина молодого казахстанского режиссера Канагата Мустафина «Рывок». Приезд к главным героям стал настоящим подарком для горожан. Желающих посмотреть фильмы и познакомиться с известными артистами Республики Казахстан было очень много. Буквально негде было присесть. Но, несмотря на это, уйти никто не пожелал, и многие гости смотрели киноленты стоя. Нужно отметить, что инициирована акция Киматом областного центра, и кино все желающие смогли посмотреть абсолютно бесплатно. Ну, мне хотелось бы поучаствовать еще в каких-нибудь проектах, кинопроектах. Я получил, поделюсь вам, получил несколько предложений. Это не только у нас в Казахстане, это и за границей, и в Украине, и в России. Ну, в общем, казахстанский кинематограф, он постепенно, может сказать, ходит в это большое пространство. Если такой будет ажиотаж вокруг казахстанских продуктов, то, соответственно, будут выделяться больше бюджеты, будет более красочные декорации и так далее, и так далее. Будет больше спецэффектов. И в скором времени мы можем дойти до того, что сами трансформеры будем снимать каждый год. Так что это немаловажно. Ну, и, конечно, спасибо Акимату города Талдукургана, что организовали такой замечательный вечер. Для жителей города, для гостей города, в общем, я думаю, все получат очень большое удовольствие. С 1 января текущего года в стране проходит широкомасштабная акция по выкупу травматического оружия у населения. Но, несмотря на закон, запрещающий казахстанцам иметь и хранить при себе травмат оружия, с начала этого года по региону было зарегистрировано 13 преступлений с его использованием. Так, к примеру, в июле текущего года неизвестные люди в масках совершили вооруженный налет на дом одного из местных предпринимателей, который оказал активное сопротивление и получил ранение из травматического оружия. Преступную группировку обезвредили. У задержанных был обнаружен и изъят газотравматический пистолет «Стример». В данный момент расследование по факту продолжается. Следственная оперативная группа совместно с сотрудниками криминальной полиции ДВД области установила личности пятерых подозреваемых лиц в совершении тяжкого преступления. Принятыми мерами подозреваемые лица в настоящее время уже задержаны и водворены под стражу. На сегодняшний день в ДВД области насчитывается 4686 единиц травматического оружия, из которых населением по собственному желанию сдано более 4000 единиц. Это более 90%. На реализацию акций из республиканского бюджета было выделено около 170 миллионов тенге. И в завершении выпуска к новостям спорта. На чемпионате мира по греко-римской борьбе, прошедшем в Сараево, в числе лучших оказался спортсмен из ЖТСУ. Выступая в весе 46 килограммов, Олжас Султан теперь начал активную подготовку к республиканским стартам. Олжас Султан – воспитанник областной школы для одаренных в спорте детей. Сейчас выступает в весе 46 килограммов. Тренер отмечает хорошую технику и молниеносную реакцию молодого спортсмена. Соответственно, ему и выпала честь защищать область и страну на чемпионате мира. Успешно дойдя до полуфинала, наш борец уже в финальном поединке уступил сопернику из Узбекистана. Результат – бронза. Немного еще не хватило техники, но я намерен над собой работать. И в следующем году должен стать чемпионом мира. Бронза Ужаса тренера оценили высоко, а других учеников награда воспитанника школы вдохновила на новые достижения, ведь впереди чемпионат республики, который пройдет в Талхургане. С 10 по 12 сентября пройдет чемпионат республики. Сейчас идет отбор. Ужас стал примером для других воспитанников. И они сейчас тренируются с большим энтузиазмом. Мы должны хорошо выступить на предстоящем чемпионате. О том, что победа на республиканском первенстве откроет им дорогу на чемпионат Азии и в дальнейшем на чемпионат мира, ребята понимают хорошо. Потому усилили тренировки. Насгуль Бошан, Мадиб Айбусынов, телеканал «Записи». О том, с какими результатами казахстанцы выступают на спортивной арене, расскажет наш корреспондент. Дошан Картиков стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе, стартовавшим в Лас-Вегасе. Выступив в весовой категории до 75 килограммов, Дошан одержал победу над Эльвином Урсалиевым из Азербайджана. Счет 1-0 в пользу казахстанца. Именно Картиков принес Казахстану первую лицензию на Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейре, дойдя до этой стадии турнира. Кабилка сборной Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионате Азии в Таиланде пополнилась первой медалью. В категории до 58 килограмм у женщин проявила себя Асем Садыкова. В сумме двоеборья она подняла 217 килограммов и завоевала бронзовую медаль. Коллега Асем по сборной Сауле Садуакасова заняла четвертое место, подняв при этом 213 килограммов. Стоит отметить, что в рывке Сауле показала третий результат. Золото в этом весе завоевала китаянка Ли Пинг, а серебро досталось Шрисра Цукани из Таиланда. Мужская сборная Казахстана по водному полу одержала свою первую победу на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет, переиграв команду Канады со счетом 13-16. В первом периоде хозяева бассейна взяли мощный темп, практически без ошибок, играя в нападении, а также четко и надежно обороняясь. Во второй восьмиминутке канадцы перестроились и стали сокращать отставания. И на большой перерыв команды уходят при равном счете 8-8. Третий период сборная Казахстана проводят очень уверенно. В итоге счет на табло показал 13-16 в пользу хозяев бассейна. Обзор новостей подготовлен по материалам интернет-ресурсов. Это была последняя информация к этому часу. За развитием событий следите на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова